День Ангела Почему? Чай заварили? Да Пирог испекли? Да, мы готовы Бусь пришел? Да Представляю Итак, дорогие друзья, сегодня у нас неотразимая, талантливая, да я не боюсь этого слова, выдающаяся Снежана Егорова Снежаночка, пригласили тебя, чтобы отпраздновать твой День Ангелов Ура! У нас есть чудесный друг, она прекрасный кондитер, Лёля, испекла для тебя именной, именной, именинный, именной пирог Так, называется Снежана, пирог Снежана Потом ты будешь, потом ты будешь есть сама себя Я, знаете, чувствую себя сейчас Алисой, помните, когда Алиса хотела есть пудинг? А я сказала, что? Ты будешь прямо сейчас есть пудинг? Нет, если ты хочешь, мы нужны, я не знаю Надо сначала познакомиться с пудингом, пудинг, это Алиса, Алиса, это пудинг Дорогая моя, ты потом заберешь его с собой и будешь знакомиться с ним, будешь сегодня, у тебя будет приятный собеседник на сегодняшний день Отлично, ты думаешь, что больше у меня нет собеседников уже в этой жизни, да? Нет, ну тем не менее, может ты хочешь угостить кусочками этого замечательного именинного пирога, угостить своих близких и знакомых Итак, у нас всегда в начале некая историческая справка Да, справка, Снежана, славянское имя и переводится как Снежная, Холодная или Снегурочка Но есть еще созвучное имя Я сомневаюсь, потому что по поводу Холодная Снежана, ты знаешь, да, с каждым годом все прохладнее Есть созвучное имя Анжела, которое переводится как Ангельская То есть ты можешь выбрать Нет, ты знаешь, я, пожалуй, уже останусь Снежаной, потому что как-то Анжелика, да, мне как-то больше нравится Я очень в детстве любила фильмы Анжелика и Король, Анжелика Маркиза Ангелов, да-да-да-да И вот как-то имя Анжела у меня больше ассоциируется с этим прекрасным анекдотом Помнишь, Алик, когда в селе куры не поют? А, Анжелка, да Да-да-да, поэтому лучше уж я буду Снежана Снежана, тогда твой ангел Дева Мария Снежная Дева Мария? Дева Мария Вот не зря я все-таки ей поклоняюсь Я действительно, это очень искренне могу сказать, что всегда, когда я попадаю в церковь Вот меня всегда тянет в ту сторону, где иконы Божьей Матери, да И я вообще, честно говоря, больше даже склоняюсь и тяготею к католицизму Потому что там все-таки вот Божья Матерь, она наравне с мужскими фигурами, да, вот присутствует Один из самых почитаемых праздников Да-да-да Ну, знаешь ли, Алик, я уже, в принципе, наловчилась сдерживаться В общественных местах Сдерживая температуру Да, ну как только я буду чувствовать, что начинаю подтаивать, то, конечно, я попрощаюсь Найду какой-нибудь удобный способ, скажу, что у меня ждут дети, извините, друзья, мы вынуждены попрощаться Да-да-да, сейчас, бегу-бегу, сейчас нужно решить бежать Унижая, а расскажи немножечко о своих родителях Вот в какой семье ты росла? Что, о чем пахло у вас в доме? Праздновали ли вы День Ангела? Не, знаешь, почему мы их пахли? Потому что мы вот сейчас будем вспоминать какие-то эпизоды из своей биографии И вспоминать, сложилось ли у тебя, были ли ангелы-хранители среди тех, кто, да, никаких-то там, да, кого-то небесных не видел А вот среди людей, которые повлияли на твою судьбу Я так понимаю, что все-таки этим пирогом мне придется делиться именно с вами, друзья Почему? Потому что, как только я начну рассказывать вообще всю свою биографию Все не надо У нас не хватит хронометража Все не надо Я тебе скажу Мы делаем веселье, Снежа Смотрите, вот как-то странно складываются обстоятельства и звезды Что именно сейчас, по заказу одного из издательств, я пишу книгу Я никогда не думала, что я докачусь до такой ситуации И ты не думала, что я докачусь до такой ситуации Они очень долго убеждали Я очень как-то так сопротивлялась и говорила, что боже, боже, нет, нет, нет Я еще не так стара, в конце концов, для мемуаров Но они меня просили И я подумала, окей, хорошо, я попробую И я поняла, что я именно об этом и пишу свою книгу И она начинается, в общем-то, с того, что я рассказываю о своем детстве И о тех людях, которые, наверное, заложили основы моего характера И представление о том, что такое хорошо, что такое плохо Это были мои бабушка и дедушка Я считаю, что это была идеальная семья Вот если можно себе такую представить Желательно, конечно, ее в жизни хотя бы один раз увидеть Ну вот реальную, идеальную семью И вот я видела такую семью людей, очень любящих У моей бабушки было семь дочерей Шестнадцать внуков Дедушка ее невероятно любил У них был огромный дом Дедушка был винодел, первый парень на деревне Водитель, гармонист Он прекрасно танцевал, пел, рисовал В общем, наделенный невероятным количеством талантов мужчина И самое главное, что он был таким настоящим главой семейства Я за все годы, сколько он был жив И сколько я жила вместе с ними Никогда не помню, чтобы он поднял голос на кого-то Чтобы он кричал на детей Хотя я помню, что бабушка всегда Если вдруг возникали какие-то такие моменты Она говорила, я расскажу дедушке И все так Она создавала какую-то ауру неприкасаемого авторитета И он меня невероятно любил И, наверное, вот эта вот какая-то такая любовь Которую они заложили в меня Безусловная, вот то, что называется безусловная любовь Она мне на протяжении всей моей жизни Очень сильно пригодилась Это такой, знаете, маленький концентрат Который ты всегда держишь далеко где-то там Открыл От сумочки, да И когда тебе очень-очень страшно Больно, тяжело, одиноко, грустно И хочется, как лягушка, сложить лапки И пойти ко дну Ты достаешь этот концентрат И понимаешь, что ну все не так уж плохо Да Я очень благодарна этим людям И вообще, на самом деле, я считаю именно их Своими ангелами, хранителями И даже после того, как они покинули этот мир Я всегда чувствую с ними связь И вот для меня они абсолютно живые, такие, реальные Я тебе должен сказать, что вот сейчас слушая то, что ты рассказываешь Замечательно, тебе можно только позавидовать Потому что они все могут этим похвастать Но я тебе хочу сказать, что детство твое было не сказочным Знаешь почему? Потому что все как раз герои сказок всегда одинокие У кого-то нет папы, у кого-то нет мамы У кого-то нет бабушки и дедушки И моя малая, она говорит теперь, значит, Соне Если она просит рассказать сказку Обязательно должно быть, не важно кто Там тигренок с китенком Или там она Они выходят утром без родителей Без друзей И идут в страшный лес И там их ждут испытания Это она начинает тогда Да, все дети Обязательно герой должен быть одинокий Они так, они по сказке Ну, ты знаешь, Алик, где-то частично Если исходить из всех сказочных историй У меня был такой момент Потому что моя мама не смогла построить успешную семью первоначально И я достаточно долго жила без папы Пока у меня не появился отчим И, наверное, это как-то должно было сказаться на моей психике, биографии Но вот, видимо, компенсаторно мои родственники И бабушка с дедушкой Они настолько меня окружили вот любовью, вниманием и заботой Что я никогда не ощущала физиологически вот отсутствие мужской значимой фигуры То есть вот для меня моя матричная семья Вот те, кого я представляю себе вот как родителей Это они А мама, это уже такая моя Сначала она была старшая сестра А сейчас со временем она стала уже моей младшей сестрой Которая требует, ну, какого-то внимания Заботы с моей семьей Ты опекаешь, учишь ее жить? Да, да, я ее опекаю, учу ее жить Реально Ну, потому что на самом деле я одна у мамы Что для нашей такой большой семьи нетипично Потому что у всех моих тетушек, которые были из близнецов А моя мама тоже из близнецов У них вторые или третьи роды обязательно были близнецы или двойняшки Только моя мама вот осталась Ну, 17 внуков? Ну, да, 16 16, да 8 девочек и 8 мальчиков, так четко Вот, поэтому, в принципе Вы так успешно пачкуетесь Да, мы так вот у нас По идее, Снежа, у тебя тоже могут быть близнецы Потому что это предается Передается Наташенька, у меня уже ничего не может быть Все, что могло быть, у меня уже есть А я же, к счастью, у меня просто пятеро детей Всего лишь пятеро Всего лишь Для консервативной славянской семьи Это вообще ничего Если бы ты жила в 19 веке, чтобы было пятеро детей Да это так Да, ты знаешь, Алик Главство какое-то Именно сейчас, когда я официально закончила свою родовую 20-летнюю деятельность Я поняла, что, наверное Я поняла, что, наверное, я делала колоссальную ошибку Что я не рожала чаще Что, наверное, все-таки нужно было родить больше детей Но так уж сложилось, что всего лишь пятеро Буду мучиться Послушай, когда мужик, актер Или человек нашей профессии Говорит, что у него много детей Есть кто-то из московских актеров Молодых довольно А у которых он тоже там пятеро уже детей Ну да, многодетным отцом Вы гораздо больше Многодетным отцом понятно Да, но как бы не в ущерб профессии Но тебе совмещать нелегкую профессию Следующая актриса Ну и все Нет, мама пятерых детей Подожди, красивая женщина Я не знаю, светская львица Потому что ты не дед Да ладно, львицей я никогда не была Я просто Телевица Акула шоу бедная Как это все может быть в одной женщине? Вот расскажи мне А я просто периодически трансформируюсь Я никогда не все это одновременно Все время что-то разное Я еще работала моделью Фото-моделью Фото-моделью, да? Да, мне очень много Смотри, очень много Есть ипостаси Эротические фотографии Майк свободной эротики Первый, да, первый телевизионный проект Такой крупный В котором Снежана засветилась Назывался «Хмарочевка» Да, конечно Это такая была топ-10 или 20-ка Да, это британский топ-10 Да Клипов и так далее И Снежанка там очень забавно смотрелась Потому что это была единственная программа Где ее рост Где ее рост Не имел никакого значения Потому что она И она не выглядела Значит, такой Высокой Огромной Огромной Потому что она там была Там были нарисованные небоскребы И Снежана там Небоскребы, небоскребы А я маленький такой Но лучше всего Она, конечно, смотрелась на моем фоне Когда мы вели вместе программу Потому что как я не старался Там скамеечки какие-то ставить Ему ничего не помогало Она надевала 20-сантиметровые кабушки Я тебе говорю Да? Я знаю, что он любит меня Я знаю, что он меня любит Но ему есть за что меня любить Потому что я тоже его очень искренне любила И у нас это было взаимно Единственное, чего у нас не было общего Это детей Ну, да Ну, это не дал бог Но я думаю, что это было наше обоюдное решение Потому что, возможно, если бы у нас были общие дети Детей в мире было бы меньше А так как мы решили это делать по отдельности То детей прекрасных в мире Суммано, суммано больше Но я могу сказать, что это, конечно, был прекрасный период Нашего совместного творчества Потому что на тот момент, когда меня пригласили Быть украинской составляющей проекта Мы все право знаем Потому что Илья Яковлевич так и не удосужился Вивчити рідную украинскую соловьину Это понятно Но почему-то вы не працюете саме цией умовы Я працюю Уже як навчилась правду муслама И я так Столкуватися тільки украинцами Да, я помню И вот это значит Илья Яковлевич був российскоммовной участины Для российскоммовных украинцев А я для украиноммовных украинцев И вот я пришла в программу Разглупили нам У нас было еще два партнера Еще должен был на английском Кто-то говорит Один, что угодно перевод Сто процентов И тогда было бы И заняли бы все вечерное время Закрыли вечером И я помню, что я пришла И как-то так засучив рукава Начала улучшать картинку Потому что для меня было очень важно Чтобы был красивый свет Чтобы все было очень динамично Я как человек привыкший к антивишной картинке Динамичным кадрам Все должно быть такое яркое Все должно быть такие красивые Ну, не скрою, что на тот момент На канале никто особо на это Не обращал внимания И осветители меня тихо ненавидели Потому что каждый раз я приходила И говорила, так, ребята Значит, свет у меня здесь, вот здесь И они так типа Сыпив зубы, они все время Что он в этом понимает Это там накал света Это все Там это сложная профессиональная вещь Это технические моменты Я говорю, я не знаю, я не профессионал Но я могу посмотреть и сказать Что это нравится, а это не нравится И они все время бежали Значит, к ноябрю Чтобы он закрыл Наконец-то мне рот Ну, как мой непосредственно Начальник Слата Так, Егорова, ты дед Юрий Яковлевич, она думала Мммм, а он так Хрожь, только эмоциональный А он так смотрит А он так смотрит Говорит Ну, я не знаю, ребята Я считаю, что Она хорошо в этом разбирается Поэтому слушайтесь не ванны Ты знаешь, я тебе хочу сказать На самом деле, к тому времени у меня закончился лейкопластырь. Ничего не заклеивали. Но зато у нас была красивая, очень красивая картинка. Вверх нас одевали красиво. Все, мне приходили какие-то люди, нас одевали. Ребята, я могу сказать, вы сейчас прекрасны. Снежану красивше, конечно, одевали. Снежка, скажи, пожалуйста, давай все-таки вернемся к твоей биографии. Выбор профессии, я имею в виду основное актерство, это было, ну скажем, такая была мечта с самого детства. Да, я не представляю себе ничего другого. У меня не было метаний и размышлений по поводу того, хочу ли я быть водителем троллейбуса, инженером или лечить животных. Я всегда, сколько я себя помню, я знаю, что я хотела быть актрисой. Ну да, я не стала скрывать. Причем, ну как-то это было предопределено. У меня очень, при том, что многодетная у бабушки и дедушки была семья, ну такая очень творческая. То есть они очень близко держали связи со всеми своими детьми, родственниками. У нас там были какие-то семейные праздники большие, застолья, столы. И вот все собирались, там что-то там рассказывали друг другу. Ну это было обязательно. То есть не приехать на семейное торжество, это было что-то из области чрезвычайного происшествия. Я представляю себе, как, знаешь, в разгар вечера все детишки должны были прочитать секторуение. Все становились на стульчик, кроме снежаны. Нет! Потому что снежаны, если еще поставить на стульчик... Ну я не была сразу от рождения такой, как я сейчас. Это злая, злая и выросла. Снежана, это злая. Знаешь, какая миссия? Пару летних дождей, пару обильных летних дождей. Не, я просто нашла в жизни пару пирожков, где было написано «откуси меня, отпей меня». И вот выросла. Ну что выросла, то выросла. Ну а да, меня ставили на табурет, и, конечно, я читала стихи, пела песни. А потом как-то моя мама достаточно долго работала старшей пионервожатой в пионерском лагере, очень таком известном, очень популярном. И, конечно, там была бурная, активная общественная жизнь, всякие там конкурсы и прочее. Я в этом всем принимала участие. Поэтому, в общем-то, мой путь был предопределен. А ты была такая всеядная артистка. То есть ее было все равно. Главное, выпустите меня, дайте ей что-нибудь буду делать. Мне главное звон аплодисментов, понимаешь? Мне не важно, я могу петь, танцевать, говорить, стихи декламирую. Все, все, все. Все, что вот попросите, все могу. В общем-то, я по сей день являюсь такой синтетической артисткой. Другой вопрос, что, возможно, страна, в которой я живу, она не совсем была готова к такому мощному таланту. Я так понимаю, Советский Союз по этому развалился. Сто процентов. Дело в том, что Снежана, ко всем своим талантам, она еще всегда была очень практичной женщиной. И вот все ее таланты проявлялись, конечно, только за вознаграждение. И в Советском Союзе закончились. Все, все, ребята, пора распадаться. Егорова виновата. Пора распадаться, потому что уже Егоровой мы не можем платить эти жалкие броши, которые платят советским артистам. Надо уже переходить на гонорары. Ну да, я, опять же, могу похвастаться, что, например, в качестве телеведущей я всегда входила в разряда самых высокооплачиваемых. Но мне просто повезло, потому что моя телевизионная карьера началась... Ну и входила, и входишь. Ну да. Ну, парочку еще, конечно, подтянулось за эти годы. Но, в принципе, моя телевизионная карьера началась с западного формата. Это была адаптация британского топ-тена. Соответственно, бизнес ставили американцы. Они как бы все это разворачивали, исходя из каких-то мировых таких стандартов. И зарплаты у нас тоже были такие настоящие, белые, американские. Мы платили налоги. Вообще как-то все было очень-очень перспективно, радостно. И как-то я была уверена... Мне дает сразу вопрос, кому это все мешало? Вот я не могу понять, кому же это все мешало? И почему то, что начиналось практически уже 20 лет назад, в 1994 году впервые вышла программа «Хамарачоз», почему это не развилось в тех масштабах, которых я ожидала спустя 20 лет? Ты имеешь в виду, что это не превратилось в индустрию? Ну, тут, наверное, есть много причин и, как бы, там, наверное, человеческий фактор. И дело в том, что, как бы мы ни относились, как бы мы ни любили нашу страну, я имею в виду Украину, а в Украине, ну, по крайней мере, в жанре искусства, да, всегда присутствовало, вот, очень хорошо сказал, я не помню, кто это, кто-то из профессоров Красного университета, имени Сученко, сказал, что, к сожалению, к великому, очень много, как оно вошло непонятно, много в душе у наших творческих людей хуторянства. Вот, может быть, недооценки себя, либо нет взгляда, нет вот этого какого-то столичного шарма, что и мы можем, да, все время есть какая-то, мы оглядываемся слегка назад, а вообще то ли мы делаем, так ли нужно, или так ли... Ну, мне кажется, Снежанка назад не оглядывается. Нет, Снежанка-то как раз в этом отношении... Я двигаюсь в сторону мировых стандартов с семимирными шагами, правда, немножко уже как оттышечка начинается, но ничего, я боюсь, я боюсь, потому что у меня есть прекрасные примеры, все-таки я рассчитываю на такое же творческое долголетие, как мой старший товарищ, наставник. Семиночку четыре года в этом году Евроку! Да, но женщинам сложнее, конечно же. Снежанка-то поддерживаешь. О, Боже, как я поддерживаю. Ты же была мастером спорта по голубому. Кандидатом. Кандидатом, извини. Я не дошла. Я все равно, что ты мастерская степень. Кандидат членов по голубору. Она просто для меня овеликая, 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 поэтому речет у меня уже она мастер спорта. Ну да, нет, я мастер в других вещах, но в спорте я не достигла таких высот. Ты знаешь, ну вот что ты делаешь, вот возьмем неделю. Ты раз в неделю куда-то ходишь, делаешь... Есть у тебя спортивный ангел-хранитель. Спортивный, может быть массаж, может быть косметолог. Я предпочитаю пассивные виды спорта. Массаж. Сеансы массажей, да, массажей. Ну, конечно... Хорошо бы еще есть салатики. Ну да, я стараюсь, в принципе, я не обжора. Это, наверное, самое главное. Я люблю вот такие всякие сладости, вкусности, но это скорее исключение из правил, чем правильное. Ну, периоды вот этого набора гармонии бывают, у тебя наборы веса. Ну, конечно. Потому что я вижу тебя пять раз как минимум, понимаете? Ну, это не считается. Хотя считается, да, потому что ты выходишь, вот показываешь ребенка маленького фотографиями, ты идеальна просто. Я не понимаю, как у тебя это получается. Я не понимаю, недостатки. Есть просто уже профессиональные секреты. Как можно скрыть свои недостатки, либо превратить их в собственное достоинство. Но по большому счету, конечно, такая проблема существовала всегда, потому что последних семь лет, как вы знаете, я бурно занималась родовой деятельностью, практически не отходя от производства. Я жила в роддоме, у меня там была своя палата. Как тебе быть не беременной? Да, не так привычно. А, говорит, тебе как-то так непривычно, что ты не беременна так долго, что я уже привык, что ты всегда беременна. Я думала, что это вот такое твое естественное состояние. И мне тоже так казалось в какой-то период. А сейчас мне даже странно, что это со мной происходило. Это, знаешь, у меня старшие две дочери, значит, у них разница примерно в 13 лет. И старшая дочь уже была подростком, совсем старшая. А когда родилась Тоня, была маленькой, то старшая ее донимала, она ей все время говорила, ты вообще не имеешь права голоса, что тебя нашли на мусорке. Ну, это так было ласково такое, да? Ласково. Она имела в виду, что ты случайный ребенок. Я плановый, а ты совершенно случайный. Вот скажи, у тебя все пятеро детей плановые? Ну да. И первая? В смысле? Так рано, плановая. Я вообще, наверное, лет с 14 я была уверена, что у меня должен очень скоро появиться ребенок. Они мне очень нужны, важны. Потому что у моих старших сестер двоюродных, которые были мне там на пять, на семь лет старше, вот когда я уже была подростком, они стали выходить замуж и рожать своих первых младенцев. Я всегда приходила там их нянчить. И вот для меня ребенок это что-то такое, ой, это вообще. Они такие сладкие, они очень пахнут приятно. Они такие милые, пухлые. Они полностью тебе принадлежат. Они такие, ой, нет. И вот знаешь, у нас один из гостей сказал, что его внуки для него уже теперь тоже аргенохранители. Потому что занимаясь ими, да, видя их рост, они придают ему, так сказать, его жизни смысл. Между нашими героями лет 25 разница. Не важно, я не об этом говорю. Все равно для женщины это очень важно. Олег прав, потому что у мужчин осознание того, что такое дети и что такое маленькие дети, вот приходит уже с пониманием какой-то такой жизненной мудрости, когда мужчина уже переваливает за какой-то там активный период своей жизни, и он может остановиться, пофилософствовать, поразмышлять, собрать еще. Позаниматься ребенком. И вообще увидеть ребенка как такового, что это вообще какое-то такое удивительное существо. Или какая-то субстанция. Да, да. А для женщины... Я готов быть примером. Да, а для женщины это, конечно, иначе, потому что, ну, когда ты этого ребенка вынашиваешь, когда ты выражаешь, и он постоянно у тебя на руках, то, в принципе, ты эти вещи, ну, все-таки впитываешь в процессе его роста. Снежон, для своих старших девочек ты кто больше? Мама, подружка, сестра? Вот ты сказала просто, что мама для тебя сестра. Всегда. Да, ты так сказала уже и для меня, мать. Я очень строгая. Строгая? Очень строгая, да. Очень строгая мать. У меня есть абсолютно четкие... Дорогие, я хочу телезрителям, поскольку я часто бываю у Снежаны в гостях, сказать, что дети, проходя мимо Снежаны, просто так, проходя мимо Снежаны, но на всякий случай прикрывают одно место. Мало ли чего? Я была у Снежаны в гостях, мы брали интервью года три назад. Она как раз была беременна. Ну, да, этот процесс еще длился. И я видела, как она относится к детям, как она с ними разговаривает. Младшая Ариша, по-моему, да? Она тогда немножечко что-то капризничала, баллась. Снежана просто был вверх выдержки и нежности. И она ребенка уговорила. И она не наказывала, не кричала, ничего. Но она знает прекрасно, что до какого-то момента я разговариваю. Но есть периоды, когда я предупреждаю раз, два и три. И после третьего раза, если человек не останавливается и не слышит меня, то он, конечно, получает по попе. Да, да? То есть я не знаю, что... Это же замечательное лекарство получить по попе. Я до семи лет думал, что меня зовут, заткнись. Ну, хорошо. Это неправда, ребят. Это анекдот, да. Ребята, это анекдот, конечно, но я буду сказать, что вот эта дилемма, которая стоит между, ну, скажем, продвинутыми родителями, что где-то там в провинции такой темы нет. Подвернулся под руку и получилось. Что-то не так сделал. В городах мы, конечно, по-другому. Монте-Сори, еще кто-то с полк. Книги не так воспитывают, так воспитывают и так далее. Дело в том, что физиологически ребенок, мы же перекладываем, мы думаем, что он мыслит точно так, как мы. Да, и у него пласт, вот этот запас житейской мудрости, такой, как у нас. Ничего подобного. Не зря, вот это мне нравится очень алгоритм. Японский сейчас, ты услышишь, если да, то подтверди, что ты именно так воспитываешь своих детей. Они говорят, что к детям надо относиться от рождения до трех, как к божествам, от трех до восьми, как к рабам, и с восьми, как с равными надо общаться. Да, у меня до трех лет, ну, пока ребенок не осознает каких-то действий, и, ну, понятное дело, что я никогда в жизни не поднимаю на них руку. Но с трех лет, когда человек уже понимает какие-то вещи, сложно подчиненную человеческую речь, и даже если он не до конца понимает смысл каждого слова, то интонацию он может поймать легко. И если человек, ну, ты его предупреждаешь. У меня очень просто, что, детка, у тебя что-то болит? Нет, не болит. Тебя ударили? Нет, не ударили. Ты сам ударился? Нет, не сам. Почему ты плачешь? Давай так. Начинается не знаю, не знаю. Ответ неверный. Вместо слова не знаю, я хочу слышать, потому что я хочу получить по попе. Арина так на меня смотрит. Я говорю, потому что, смотри, либо тебя ударили, и ты плачешь. Ну, правда, надо. Либо, если ты уже плачешь, тебя нужно ударить, потому что всегда это одно и то же. То есть ребенок должен плакать по какой-то причине. Если причины нету, и ты не можешь объяснить, значит, ты просто хочешь получить по попе. А как же наша женская депрессия осенняя? Ну, знаешь, у меня есть пара мужчин еще в семье. У меня не все дети женского пола. Нет, я знаю, да. Но в любом случае это работает. Это работает? Подожди пару. Иван? Ну, да. И Андрюх. Иван, Андрей. Ну, Андрей-то уже... Постарше. Постарше. А, слушай, а я почему-то думала, что... Иван, я же самый маленький, да? Да, точно. Да, да. Анастасия, Александра, Андрей, Арина и Иван. Помнит хорошо ничего. У меня в Одессе... А моя одесская слаха, поскольку у нее четверо сыновей, она иногда бывает в пылу, она такая фибральная тажечка. И ты иди сюда. Не-не-не, она... Как тебя зовут? Как тебя зовут? Я думаю, что-то бывает. Реально. Бывает, у меня было такое... Ой, господи, сынок, кто тебе там, иди сюда. Да, ну, бывает, конечно. А какие основные принципы? То есть есть какие-то, которые ты исповедуешь? Мы про нотессори говорили. Принципы ты имеешь в виду воспитания? В семье, но воспитание, да. А вообще ты их воспитываешь? Да, конечно. Да, ну, кроме как по попе. Это не единственный метод воспитания. Это просто метод, скажем так, определения правил и берегов. Потому что у человека должно быть понимание того, что если ты совершаешь неправильный поступок, то должно быть какое-то возмездие. Ну, а как объяснить ребенку, что нельзя совать пальцы в розетку? Ну, знаешь, я привожу сюда такой привет. Ну, бабула ее начинает понимать. Если, например, ребенок тянется к горячему утюгу, то лучше мама ударит по рукам. Да, ребенку будет больно, но он не обожжется. Он будет знать, что, в принципе, это небезопасно. Это опасно. Он все равно должен понимать какую-то осторожность и опасность. Осторожность и опасность, она не всегда заключается в внешних страшных факторах. Но с другой стороны, человек должен понимать, что если родитель начинает говорить слово строго, и родитель говорит слово нет, значит, не нужно пытаться переломить ситуацию. Потому что я абсолютно четко выстраиваю иерархию в моей семье, я глава семьи, до тех пор, пока мои дети находятся под моей юрисдикцией. Пока я забочусь о том, чтобы дать им образование, накормить их, напарить, одеть и несу ответственность за их безопасность. С того момента, когда они принимают самостоятельные решения, вот когда они уже могут говорить аргументированно, я всегда даю им шанс сделать не так, как мама велит, а по-своему. Но они знают, что если эта попытка будет неудачной, она будет последней. Это, знаешь, мне напоминает, есть знаменитый монолог в пьесе Горького, Васа Железнова, у героини Васа Железнова, у такой русской купчихи, у нее там есть такой разговор, когда там разброд и шатание, а она говорит, вы знаете, что такое свекровь? Это вся кровь семьи в моих руках, понимаете? Я тебе хочу сказать, у нас есть с тобой знакомая Лена, которая была у нас на программе, мать пятерых детей, вот она тоже очень строгая мама. И я так понимаю, чтобы содержать вот этот коллектив в дисциплине, и чтобы он двигался по тому руслу, который был для этого коллектива, ну, максимально правильным, нужно быть строгой мама. Ну, наверное, это естественный процесс, потому что если ты не можешь собрать в кучу свой коллектив, если это не твой коллектив, если они не подчиняются твоим каким-то, ну, скажем так, указаниям, то в экстремальной ситуации это все разваливается. Ну, несколько раз, вот за последнее время, уже когда Ванечка был маленький, мы ездили отдыхать все вместе. И мне всегда спрашивают, типа, о, боже, как ты это делаешь? Это интересно! Как можно с таким количеством детей куда-то поехать, двинуться, потому что они же как тараканы разбегаются, расползаются и все остальное. То есть у меня абсолютно четко. У меня, например, Стася отвечает за Арину, Саша отвечает за Андрюшу, за Ваню, там, отвечаю я. И вот мы каждый, у нас есть у каждого степень ответственности зона. То есть есть дети постарше, которым, можно сказать, они понимают и действуют, есть дети помладше, за которыми нужен уход и присмотр. Но не я за всеми одновременно, когда у меня разбегаются глаза и разлетаются разные руки, а есть как бы люди, которые мне в этом помогают. И, в принципе, мы достаточно быстро, четко и так динамично можем передвигаться в аэропортах, в пространстве, не теряемся. А дедовщина есть в коллективе? Ну, иногда бывают некоторые поползновения. Да, я пресекаю дедовщину, конечно. Но в основном этим у нас страдает Саша. У нас Саша достаточно такая волевая, властная, моя средняя дочь. Она где-то в чем-то очень похожа на меня. И периодически она даже пытается занять мое место и там, типа, со мной о чем-то посмотрит. Да поэтому ты ее в Америку отправила. Нет, она сама туда отправила. Она лучше всего. Это в моем университете. Она как раз тот человек, на которого я могу совершенно безболезненно вот всех троих младших детей оставить. И я знаю, что будет точно так же, как со мной. Вот единственное, чем она не могла меня заменить, это покормить Ваню брудью. А все остальное она могла сделать точно так же хорошо, как и я. Но у нее всегда... Вот это нежно, тынгит на девчинках. Да. Ты знаешь, я не буду так сказать, что... Вот ты сейчас сказал, что она не смогла только одного сделать. Я наблюдаю по своей младшей дочери, которая там скоро будет 4. Но этого у нее не было, это этих проявлений. И теперь она заберет куклу, свою любимую, там, Катю, и куда-то уходит. И я, значит, останавливаю ее и говорю, Соня, ты куда идешь? Она говорит, мне надо ребенка покормить у других. Вот, поэтому, поэтому, как бы, вот этот... Да, естественно, очень рано у девочек появляется. Да, то, что заложено. Заложено. А скажи мне, пожалуйста, у меня вопрос вот какой, хотя я полагаю, что я знаю даже ответ на него. Ты вообще человек целей. Целей? Целей. Ну вот, вот, перед тобой возникает периодически... Я был свидетелем нескольких, скажем, я не могу говорить обо всем, но нескольких периодов в твоей жизни, когда ты шла цели какой-то... Вот там был придуман условно, там, не знаю, украинский сельский гламур. Был такой проект, да? И я помню, как ты мне рассказывала... А, и будет это, и будет это, и будет это. И я видел, как ты к работе относишься, неважно какой, да, корпоративный это или еще что-то. Все неформально, все... Перед тобой всегда возникает какой-то идеал, к которому ты стремишься. Да, я, в принципе, достаточно долго думаю, прежде чем принять какое-то решение и что-то делать, действовать. Что я очень ленивый человек вообще. Ну, то есть я созерцательная. Совершенно ленивая. Самые профессиональные люди, это ленивые. Я люблю помечтать, я люблю просто быть, ну, как бы просто быть. Лежим на солнышке, на море. Я понимаю, что в жизни необходимо совершать какие-то определенные действия. Ну, ходить на работу, там, все это достигать. Но иногда мне хочется воплощать свои мечты в реальность. Я люблю не просто мечтать, и чтобы они так и оставались мечтами, а я люблю мечтать о чем-то таком, что потом может приобрести какие-то реальные результаты. Поэтому я очень долго-долго-долго думаю над тем, как это воплотить в жизнь. И если я понимаю ход, и если я чувствую в себе силу, я поднимаюсь и действую ровно до тех пор, пока я не воплощу это в жизнь. А скажи вам... О чем ты мечтаешь сейчас? Да, вот я только хотел спросить. Наше непростое, нелегкое время, о чем ты сейчас мечтаешь? Ну, я очень хочу помочь своей дочери, которая сейчас учится в Америке и собирается поступать, воплотить ее мечту в жизнь. Я понимаю, что самостоятельно ей, ну, это будет сделать сложнее без моей поддержки. И я прилагаю все усилия для того, чтобы она смогла поступить и реализоваться как актриса в Голливуде. На самом деле за этим, конечно, я не зря говорил о меркантилизме. Меркантилизме, меркантилизме этой шикарной женщины, конечно, она понимает, что станет она голливудской звездой, и потом вся семья будет обеспечена. Ну, а я, да, я не скрою, я вижу свою, скажем так, обеспеченную старость на берегу океана, я сижу в широкоположляпе, рядом со мной корзина с фруктами, бокал белого, а может быть, красного вина, я смотрю в даль, на море, за моей спиной, на красивой веранде резвятся загорелые, мускулистые дети и внуки. Хорошо, а можно я должен задать один вопрос, который ты не задашь, Наташка? Ты просто не знаешь. Нет, 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 ты не задашь ее женской солидарности. Вот во всех рассказах, которые только что были о жизни Снежаны, нигде не фигурировали мужчины. А вопрос очень простой. Скажи честно, ты устала вот к этому времени, к этому времени, к этому возрасту, ты устала от общения с нами нелегкими? Нет, просто вас слишком много в моей жизни, поэтому если начать говорить о вас, нелегких, то тогда не успеешь и слово о себе сказать. А я предпочитаю быть главной героиней своего собственного. Я просто хочу сказать, дорогие зрители, я оплощаюсь с вами. До свидания, больше не открою. До свидания, Нина. Я буду молчать, потому что у нас героиня. Нет, как раз тебе, Илья Яковлевич, можно говорить все, что угодно. Снежал, ты один из немногих, кого я с удовольствием слушаю, открыв рот. Снежал, ну видишь ли ты рядом с собой мужчину вот идеального? Ну, рядом со мной всегда идеальные мужчины. До тех пор, пока они рядом со мной. Как только они перестают ими быть, они исчезают. Ну, еще маленькое место оставила возле себя. Что вы хотите спросить? Спросите напрямую, что хочу ли я продолжать... У нас многие смотрят, люди хотят знать. Входят ли в твои планы, скажем, близкие общения с... Мы не говорим там о совсем каких-то близких человеческих общениях. Ты про секс, что ли? Ну, про секс тоже. Ну, во-первых, давайте расставим точки над «и». Пока что я в некотором роде замужем. И пока я эти вопросы не закрою для себя и для... Окружающих. Окружающих. Я не буду рассматривать какие-то иные отношения. Ну, я отношусь к очень консервативным и старообрядческим женщинам. Я не считаю, что женщина, как порядочная, должна перепрыгивать из постели в постель. Я думаю, что все-таки женщины, которые хотят быть примером для подражания, по крайней мере, для своих собственных детей, должны все делать не параллельно, а... А правильно. Поступать. Ну, то есть... Из пункта А, пункта А, пункта А. Я никуда не спешу. А тебе разную карьеру? Ты для себя закрыла, нет? Потому что... Мне казалось... Ну, вот я не вижу тебя в театре. Ну, я не вижу себя в театре. Я не вижу себя в театре, правда. Я никогда себе не могла представить этого. Если бы мне там лет 10 тому назад сказали, что я не буду выходить на сцену, я не буду заниматься своей непосредственной профессией, я бы никогда в жизни не поверила, что это возможно. Ну, а потом как-то так моя жизнь повернулась, что я наоборот подумала, господи, это было в моей жизни. Ну, этому нету места сейчас, на сегодняшний день. И как-то у меня даже какие-то рефлексии по этому поводу вот закончились. Мне не хотелось прям бросаться на ампазуру. У меня был достаточно неплохой опыт антрепризы. Мы играли спектакль. Замечательно спектакль. Да. Ну, потом как-то так я начала рожать детей, и как-то все само по себе пошло в какое-то другое русло. Но вот сейчас как раз мне поступило два предложения антрепризных, и я над ними думаешь. Ну, может быть, настало время вернуться к профессии. А может быть и нет. Я не знаю, я не уверена. Потому что не так давно я пошла в свой родной театр, Илья Яковлевич знает, и провела свою сестру на спектакль. И я помню, что очень долго, когда я приходила в зал своего театра, в котором я сидела на репетициях, то есть, ну, это вот все мое, мое, это мой дом такой. И я вот всегда понимала, когда играют артисты, что происходит вот там, вот в бэкграунд, в бэкграунд, за сценой, как они вот бегут, выходят на выходы, знаешь, там переодеваются, и все. Я всегда видела вот эти все соединения, все эти швы. Ну, знаешь, вот профессиональные какие-то вещи. И ты смотришь спектакль, и все время с точки зрения профессионала, что, о, вот это сделаю хорошо, а вот здесь м-м-м-м. И тут вдруг я себя поймала на том, что, сидя в зале своего родного театра и глядя на людей, с которыми я много лет выходила на одну сцену и которых я знаю очень хорошо, я смотрю абсолютно как благодарный, совершенно ничего не знающий об этой профессии зритель. И я поняла, что я перестала быть актрисой. То есть вот моя актерская природа уснула. Сейчас я больше, ну, себя чувствую человеком, который вот любит свои собственные идеи воплощать в жизнь, чем чьи-то. Ну, я с удовольствием. В проекте «Как выйти замуж», где ты даёшь советы, я слушаю только тебя, на самом деле. Я смотрела этот проект только из-за тебя. Нет, ну я тебе должен сказать, что рано или поздно, рано или поздно такой человек, как Снежана, должна была переродиться вот в такую некую матрону. Нет, 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 я не об этом говорю. О том, что, знаешь, как человек становится, переходит в некую категорию, когда уже... Наставник. Должна, да, должна его слушать, должна прислушиваться к тому, что он говорит. Я не только слушаю, на неё смотреть приятно. Нет, смотреть приятно, мы об этом говорим самым. Ну, не всегда, Наташа, когда хороший свет, макияж, у меня есть настроение. У нас режиссёр, что-то у меня... У меня красивая жена, главное свет правильно выставить. Да, это правда. Итак, дорогая Снежаточка, ты правильно сказал в самом начале нашей программы о том, что, когда соберутся три разговорника, то хронометража... Не хватает. Никогда не хватает. Но, тем не менее, я тут... Она у нас, это самое, архивариус... Красота, она красота, а ты... Я просто улыбаюсь. Я часы, я свяжу за временем, поэтому у нас осталось к тебе два вопроса. У нас есть традиция. Значит, сперва Наташа задаёт свои какие-то самые важные и главные вопросы. И потом я задаю всего один вопрос. Угу. Ну, Снежаточка, на самом деле, мой вопрос, ты на него уже ответил. Что для тебя самое главное в жизни? Вот сейчас. Вот в данный момент. Это константа для меня. Самое главное для меня семья и мои дети. Мои дети. И моя семья. Ещё раз, третий раз скажи. Моя семья, мои дети. И я в этой семье. Записывайте. Да. И у меня остался вопрос. Это вопрос традиционный. Мы его задаем без исключения. Всем, кто приходит нам в гости. Он такой, может быть, на первый взгляд, немножечко, скажем, даже... Странный. Нет, ну, такой загадочный, мистический в какой-то мере. Смотри, рано или поздно, мы все взрослеем, рано или поздно, нам предстоит долгое путешествие к жемчужным воротам рая. И там нас, конечно, будет встречать наш ангел-хранитель. Что бы ты хотела от него в этот момент услышать? Вот ты появилась перед вратами, он открыл эти врата. И что он должен тебе сказать? Я бы хотела, чтобы мой ангел мне сказал, что, детка, конечно, тебя здесь ждали гораздо раньше, но я делал все возможное, чтобы оттянуть эту встречу. Замечательно. Замечательно, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях была Снежана Егорова, и мы, как могли, праздновали. Видите, мы деликатно не съели ее пирог, потому что, опять же, все-таки традиция. Все в семью. Да, все в семью. Снежана, многодетная мама, ну, подарок не зажимай. Снежаночка у нас, подарок. Кроме торта есть еще что-то. Значит, во-первых, Илья, чудесный ангелочек, покажи его на камеру. Будет тебе напоминать о нас и о нашей программе. Это будет тогда такой твой фарфоровый ангел-хранитель. Спасибо. И от наших друзей такой небольшой медик-эй, чтобы ты всегда оставалась такой молодой и красивой. Спасибо большое. Самое лучшее. И действительно, Наташа не просто сказала, что мы ждем тебя в гости, мы можем повторить это заседание, вдруг появится. Потому что у нас есть о чем поговорить. Наташка, ну, вдруг появится еще один ребенок. Ну, два. Мы не будем зарекаться. Или два. И тогда будет повод пригласить сюда в этот замечательный киевский ресторан, который называется Старое Запорожье. До свидания, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Не забывайте нас смотреть и Ангела-хранителя нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok